Ну вот, смотрите, я по поводу сегодняшнего переполоха все время вспоминаю фразу, когда Толеран умер, французские аристократы переглядывались и спрашивали, Толеран умер, интересно, зачем ему это понадобилось. Ну вот Путин явно не умер, но нам сообщают, что он умер. Я, честно говоря, такой истории не припомню. Не, ну, конечно, можно вспомнить Иисуса Христа, который умер, и нам сообщали, что он воскрес. Вот истории, когда нам сообщают, что правитель не умер, а на самом деле жив и здравствует, и продолжают ждать его возвращения, это сколько угодно. А вот такой вот истории, я даже, честно говоря, несмотря на весь... Почему? В российской классике живой труп, пожалуйста. Мертвые души Гоголя еще вспомнить. Можно мертвые души Гоголя. Да, то есть есть в классике человек, наверное, открыл для себя нишу, наконец-то, русской культуры и начал хоть что-то читать и пытается как-то где-то на себя применить. Это наоборот. Вот покойный роман Арбитман когда-то, много-много лет назад написал шуточную рецензию. Ну, то есть это была на самом деле несуществующая книжка, но он написал на нее рецензию, как будто она существует. Книжка называлась якобы «Некрократия», принадлежала некому гарвардскому профессору и рассказывала всерьез, что и Сталин, и Брежнев, и многие кто долго провели страной после своей смерти, их там показывали как-то, синтезировали и так далее, и так далее. Вот у меня такое ощущение, что кто-то там тоже прочел эту книжку, этим делом вдохновился. И сейчас нам рассказывают, что оказывается уже пора танцевать, смотреть «Лебединое озеро», танец маленьких лебедей. А Путин в этом время встречается с Явлинским. Видимо, обсуждают они, как я понимаю, перспективы представления Явлинского в качестве всеобщего кандидата на так... В качестве так называемого кандидата от оппозиции на так называемых выборах. Просто не представляю себе, зачем еще Путину встречаться с Явлинским. Но я краду у вас вас хлеб, потому что у меня, соответственно, два вопроса. Первое. Зачем Путину, с вашей точки зрения, встречаться с Явлинским, вытащили из запасников. А во-вторых, все-таки, что это за история с умершим Путиным? Начнем со второго. Это малозначимая информация. Она не несет никакого стилистического смысла, кроме классического пелевенского постинформационного сообщения. То, что абсурдно, оно обсуждается в разных телеграм-каналах, в социальных сетях и так далее. То есть это классика. Еще раз подчеркиваю, это классика сорокинского или пелевенского типа. И, соответственно, информационно это незначимый эпизод. И вообще все, что касается жизни и смерти Путина или его болезни, это совершенно ровным счетом никак ни на что уже не влияет. То есть вся эта сегодняшняя ситуация будет доиграна вплоть до уничтожения более важного, то есть до разрушения конструкции нынешнего российского государства, которое является классическим авторитарным государством с определенной опричненной, бизнес-опричненной, силовой опричненной и так далее. Вот это будет разрушено. И, соответственно, сама по себе смерть Путина только запустит в ускоренном режиме в процессе разложения этого государства, что будет являться неотъемлемым, неостановимым процессом. Но как информационное сообщение, еще раз подчеркиваю, это больше такой литературный феномен, типа посмотреть, насколько абсурдистские темы живут в дискуссионной среде и так далее. Продолжение следует...